Ребят, привет! Сижу в парке, блин, мое новое рабочее место, наверное. Ой, смеюсь, конечно, и смех, и грех. Загружаю видео на YouTube вот так, да. Загружаются они только через мобильный интернет, благо он у меня безлимитный. Хорошо он ловит только здесь, в парке, дома плохо ловит, вообще LTE нет, 3G в основном. Короче, сижу вот так, загружаю видео на YouTube, потом мне нужно сходить в магнит-косметик, будет купить, нужно будет бумажное полотенце, потому что я опять забыла убрать, речь, как всегда, разорвал, но, в принципе, ничего не меняется. Так что на YouTube я остаюсь, остаюсь до Талова, пока он работает, и, соответственно, на другие площадки тоже я буду дублировать видео. Знаю, что многие блогеры принципиально не переходят на другие площадки, но я так не могу, потому что у меня есть подписчики, которых я уважаю, которые меня смотрят. Спасибо вам большое, и я знаю, что у многих YouTube не работает, ну как можно оставить вас без видео, я так не могу, поэтому на другие площадки я тоже буду дублировать видео. Если что, Дзен, Рутуб, подписывайтесь, все ссылки под видео, я это почти уже в каждом последнем видео об этом говорю, сейчас это такая тема прямо у всех на устах. Но YouTube бросать тоже не собираюсь, несмотря на то, что сейчас раньше хоть какая-то там копейка падала нам, монетизация была, особенно вот если смотрели люди через VPN или из-за границы, да, что-то капало, конечно, копейки вывести эти деньги мы не можем, так как санкции, сами понимаете, да. Ой, можно это слово говорить? Ну, короче, вы поняли. Это уже не знаю, что можно говорить на YouTube, что нельзя. И, короче, сейчас я догадаюсь, да, скажем так, и меня YouTube заблокирует, что я хоть говорила. Да, поэтому сейчас, а сейчас YouTube, короче, вообще полностью перекрыл кислород, скажем так, и вообще ничего не будет капать тем, кто из России. Поэтому вот так. Ну, в принципе, невелика потеря, как бы я ничего и не снимала, потому что у меня там 130 долларов, но я их, увы, не могу снять, накопила их, наверное, не знаю, больше, чем, не знаю, за два года. Смешно, да. Ну, вот так. На дзен еще что-то тоже капает. Делюсь, говорю, как есть. Поэтому на дзен, да, что-то там тоже, ну, опять же, зависит от просмотров и, наверное, сколько подписчиков тоже от этого зависит. Не знаю, особо не вдавалось в подробности. Снимаю, вот мне нравится. Да, конечно, конечно, хотелось бы за любой труд там иметь какую-то копеечку. Я не буду говорить, что, ой, нет, вот все, я против, мне не надо ничего платить, я не хочу. Ну, нет, ну, нет, а что теперь, блин? Что делать? Если да, то приятно, конечно, было бы. Пришла из Магнит Косметик. Что взяла? Туалетную бумагу Зева, двухслойная, в основном берем такую. Бумажный полотенце Зева. Здесь четыре рулона, взяла большую упаковку. Женские штучки. Гейзер, вот такой. Это, забыла, блин, скажите, фильтр. Фильтр для воды у нас кувшин. Бренд Гейзер, в принципе, неплохой. Когда-то Аквафор был, когда-то еще другой есть, забыл, как называть. В общем, сейчас Гейзер. И Максу взяла вот такую умывалку. Видите, тут как тут. Вот такую умывалку, у него что-то то появляется воспаление, то исчезает. Как-то я брала, ему понравилось. Решила повторить, взять ему. И взяла себе вот такие румяшки от Вайнвилд. У меня есть румяна, вот я их сразу принесла. Такие, видите, заляпанные. Мне их присылала подружка, но мне захотелось что-то такого потемнее. Эти тоже хорошие. Знаете, так наносить, освежить, чтобы они такие прям светленькие, яркие, с таким небольшим шиммером. Мне очень нравится. Хорошо пигментированный. Но мне захотелось еще, чтобы были немного так потемнее. Иногда и такой оттенок использовать. В принципе, двое румян мне достаточно хватит, я думаю, на много-много лет. Вот эти можно еще, кстати, и как тени использовать. Мне нравится такой оттенок. У меня были когда-то от Make Up For Ever приблизительно вот такие. Ну и чек. Вот вышла на 1300 с чем-то. Вот цены, не буду уже подписывать. В принципе, здесь не слишком много товаров. Вот так у нас происходит, когда мы забываем поставить коробку на кровать. Он, бедненький, лежит здесь на полу. Ричи, мы забыли коробку поставить на кровать, да? Давай я тебя сейчас подниму. Давай, давайте подниму. Это его игрушки. Мы так открываем. Он сам иногда достает то, что хочет. Давай на кровать, да? Ну все, Варин на месте. Давайте подвину поближе. Все. Ой, живет как король. Дубль два. Я тут пока собираюсь, скрашусь. Ричи, а что ты в этой коробке? Ого, я не могу, что за кадр? Тебе удобно? Ричи. Ну не первый раз, конечно, так лежит, но редко. Та же больше. А, хвостом меняет. Ричи. Красавчик наш. Девочки, накрасила сейчас новыми румянами, вот этими, которые показывала. Какие же они классные. Видите, я их даже нанесла на глаза вместо теней. Так, как-то одно время я тоже красилась. Такими мне тоже были румяна. Помню, мне еще даже комментарии писали, что вы красите такие красные типа тени. Офигенски румяна, за свою цену, хорошо пигментированы, прям очень легко наносятся, достаточно прям кистью чуть-чуть дотронуться до румян. И они уже хорошо тушуются. Вот такие девчонки. Попробуйте. У меня какой оттенок, то я даже не сказала. Я нифига не знаю, какой здесь. Ладно, я подпишу, посмотрю. Сейчас без очков не увижу. Я собралась в магнит, в обычный магнит. Мне нужно кофе, у меня капсульная закончилась. Зелень купить, я хочу суп приготовить. Да, и что еще? В принципе, все. Это кофе только в магните я нахожу. Есть еще, конечно, оригинальные капсулы, вот от нашей Dolce Gusto машины на Скафе. Я раньше заказывала на ВБ, но оно дорогое, и мне вот это больше нравится. Оно как-то помягче, не такое горькое, как оригинальное. Завтра, нет, не завтра, послезавтра планируем. Ну, господи, что с волосами? Привычка трогать волосы, как я снимаю в виде. Весентуки, если ничего не поменяется, да, видео будет состоять из нескольких дней. Сборная солянка, одним днем у меня не получается снимать. Ну, вот так, практически, получается, недельное видео, так скажем, по чуть-чуть снимаю. Ладно, побежала я. Пришла из магнит-косметик, варю, ой, из магнит-косметик, с обычного магнита варю суп. У меня тут вот такая поджарка, зажарка. Короче, в общем, вы поняли, да, что это? У меня были овощи, там морковь, горошек, в общем, вот видно. Я обжарила лук, немного, совсем одну чайную ложку добавила томатной пасты. Добавлю сейчас сюда, пенку вот сюда и убираю. Короче, пока я отвечал на комментарии, ой, у меня на большой температуре стояла кастрюля. Короче, все выкипело вот сюда нафиг на плиту. Я сейчас ее мыла, короче. Кипец, не люблю, когда так. Что, у меня здесь фарш. Раньше я делала фрикадельки, лепила их. Короче, сейчас я просто вот так фарш, вот так, ну, как сказать, вот так беру фарш и бросаю. В общем, не кручу вот эти фрикадельки, ничего такого. Картошка. Добавлю вот эту зажарку. И зелень уже порезала, укроп, петрушку. Короче, зелень что-то еле нашла. В магните не было. У нас три магазина во дворе, только в одном нашла. Представляете, то она уже такая на грани. Вот сейчас ее порезала и все. Суп готов. Такой аромат стоит. Вот такая вкусняшка получилась. Я люблю вот такие насыщенные супы. Я обжаривала овощи, масла практически не добавляла на сухой сковородке. Ну, добавила чуть-чуть, там, пол чайной ложки, чтобы жирный не был. Как фарш сам по себе тоже жирный, но не сильно, опять же. Поэтому добавила томатную пасту, чайную ложку, чтобы хотя бы такой цвет был насыщенный. Насыщенный. И все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сделала брови. Ездила делать брови. Уже пришло три недели, как делала я до этого. Купила вот такой держатель для кухонных полотенец. Увидела у тети. Она мне посоветовала. Не нужно ничего сверлить. В принципе, сверлить тоже можно. Дырочки для этого предназначены. Но здесь такой вот скотч двухсторонний. И хочу вот сюда куда-нибудь сейчас под шкаф, чтобы было удобно. Короче, не знаю, может вот сюда. Либо вот сюда, думаю, прицепить. Вот, под шкаф. Либо вот сюда. Вот так можно прицепить. Короче, не знаю, что сделать. Сейчас что-нибудь придумаю. Вот такие шурупчики тоже здесь есть. Так что прикрепить ее тоже можно. Это в комплекте шли. Но можно и на скотч. Короче, не знаю, куда прикрепить. Пришла пудра для волос. Тоже я как-то показывала в телеграм-канал. Не знаю. Завтра, наверное, попробую. Уже сегодня не буду ее наносить. В принципе, никуда выходить не собираюсь. Прицепила, в общем, я держатель. Решила вот сюда. Вот в эту зону. Потому что в основном я здесь готовлю, режу что-то. И сразу вот так потянул. И готово. Я, конечно, чуть-чуть отступила от стены. Потому что здесь у меня совсем чуть-чуть остался рулон. Но я новый взяла, целый померила. Нормально. Не стала на ту стенку вешать. На это удобно. Кстати, еще был, знаете, в каком цвете? Типа вот такого. Ну, что-то вот такого стального цвета. Два там варианта. Но я решила черный. Вдруг кому интересно, сколько стоит бензин в десантюках? Вот сейчас и вон цены. Вот, вот они цены. У нас дешевле или дороже? У нас и нет такой заправки, да? Да, у нас такой нет. Но у нас такой нет. В Кисловодске солнечная погода. Надеюсь, дождя не будет, как в прошлый раз. У нас сейчас был инцидент на стоянке. Потом расскажу. Мясо не нужно, девочки? Мы уже все освободились. Ищем кафе, которое называется «Осминог-заварка». «Октобрю», короче. Да, короче, какой-то «Осминог» переводится. Идем по навигатору. Дома буду, расскажу, что мне сказали. Белли, сельдереи, яленые томаты, лук, репчатые. Для меню снимаются. Цены, меню. Мы сидим, выбираем. Как это называется? Амурайс. Амурайс. Креветки, яйца, помидоры и чиха. Амурайс. Неверно. Брюскетта с зеленой фонарь. Да? Или что это? Авокадо. Что-то еще. Рыба. Бедровые орешки. В общем, добрались до еды мы. Так. Какой-то индийский магазин не зашел. Блин. Запахи здесь, конечно. Всякие фигурки. Слоники многие коллекционеры. Болтала, болтала и забыла камеру включить. Блин. Столько наговорила. Все. В общем, мы дома приехали. Кстати. Я что, с сумкой тут, конечно, чуть-чуть подрастроилась, которую я заказывала на ВБ. У меня здесь, где вот этот хлястик, вот. Видите? Здесь все нормально. А с этой стороны, вот, чуть-чуть разошелся, пошло, разошлось. В принципе, ничего такого страшного. Здесь можно отдать две обуви, ремонтировать, просрочить и все. Так сумка целая, хорошая. Мне все устраивает, тем более, за такую цену вместительная. Помещается все, что угодно сюда. Я ее вообще таскаю постоянно. Ну, вот, единственное, вот здесь чуть-чуть разошлось. Вот. Ну, я думаю, ничего страшного, в принципе. Ой, я думала, опять не включила камеру. Что по клинике? Клиника мне очень понравилась. Была я в Ессентуках, в диагностическом центре Тризе. Но я уже говорила, вы, видать, поняли это по кусочкам видео. Персонал клиники мне очень понравился. Все девочки внимательны. Все быстро, четко. В общем, на нескольких аппаратах мне делали диагностику, глазное давление или давление глазного дна. Как это называется? Я правильно не знаю. В общем, по нескольким кабинетам. Все хорошо. Как сказал врач, у вас здоровые глаза. А у меня офтальмологический диагноз при биопии обоих глаз. Это типа как бы возрастной. С возрастом уже вот постепенно зрение потихонечку падает. И какие рекомендации? Просто очки носить для близи и контрольный осмотр раз в год. Вот. Она говорит, очки, если хотите, вам могут подобрать в нашей клинике. В Нальчике тоже есть их офис. Просто здесь не такой большой ассортимент, может быть, аппаратуры по диагностике. Поэтому мы поехали в Ессентуки. Там большая клиника, действительно. У меня, в принципе, очки есть. Но они падают с меня. Они вообще слабо держатся. Короче, не знаю. Пока в этих буду ходить. А потом уже посмотрим. Она говорит, просто каждый раз, если будете чувствовать, что вам не хватает этих линз, нужно немного увеличивать. Сами линзы. В общем, вы поняли, я очень устала. Дорога, конечно, выматывает. А так она сказала, далеко ты вообще как сокол видишь. Вблизи, да. Но она сказала, никаких проблем с глазами я не увидела. Ничего лишнего. Там бывает с кристалликами что-то. У кого-то катаракта. Ну, это вот те слова, которые я знаю, которые я слышала. Другие слова не знаю. Она сказала, все хорошо. Просто носи очки для чтения, когда читаешь или там в телефоне сидишь. Потому что далеко, как бы, вот телевизор без очков я смотрю нормально. Вот такого диагноза. Диагностика обошлась. Там была скидка 10%. 2,230, по-моему, диагностика обошлась. У меня, кстати, здесь чек был. Так, сейчас. Это со скидкой 10%. Просто у девочки 2,320 вернее. Вот чек. Это обошлась вся диагностика и прием у врача. Все это туда входит. Еще УЗИ глаз. Кстати, они делали УЗИ глаз. Она говорит, ну, сейчас будем делать УЗИ. Берет такую длинную палочку. На нее наносит гель. Вот когда делают УЗИ, я думаю, куда она, не эта палочка будет тыкать сейчас. Она говорит, нет, закройте глаза по верхнему веку, по нижнему веку. И сделала УЗИ. И вот после всех вот этих манипуляций, после диагностики, уже вот я пошла к врачу, поговорила. Вот все, что она мне сказала, все хорошо. А, давление, кстати, у меня на одном глазу 15, на другом 16. Она сказала, это нормально, это хорошо. Ну, она говорит, правильно, что приехали, проверились. Вообще зрение нужно проверять, потому что глаза – это наше все, тем, чем мы смотрим. Ну, я вообще не пожалела, что поехала. По возможности стараюсь, конечно, проверить свое здоровье. Может быть, вы подумаете, вот ей делать заняться нечем, уходит по врачам. Поверьте мне, я всегда до последнего. Вот пока мне вот прям совсем не приспичит, да, или там не схватит какая-то боль, я не хожу, не иду к врачу. Но я понимаю, что с возрастом организм не молодеет, и какие-то чуть-чуть такие звоночки я стараюсь лучше. Я вовремя схожу к врачу, пока есть время, потому что я работала раньше, у меня времени на себя не было вообще, ни свободной минутки, там только когда вот уже все, по факту уже не могу там встать, болит шея или что, я бежала к врачу, отпрашивала. Сейчас пока возможность есть, я решила все, что меня, по крайней мере, беспокоило по этой части, обследовать. Подписывайтесь на телеграм-канал, если не подписаны. Подписывайтесь на другие мои соцсети, все ссылки прикреплены под видео. Там надо на слово «Еще» нажать, и раскроется описание под видео, там будут все ссылки прикреплены. Спасибо, что вы со мной, желаю вам всем огромного здоровья, не болейте. Мира нам всем, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok